Приветствую всех в дискуссионном клубе Полтава. Я его организатор, моё дискуссионное прозвище Кихот. Сейчас я озвучу материалы дискуссии, которая в письменном виде состоялась между мною и Юмарси. Юмарси – это тоже дискуссионное прозвище. По определенным причинам она не может лично озвучить свои аргументы, поэтому попросила сделать это меня. Мы с Юмарси размышляли над её картиной. Вот вы рядом со мной её видите. Картина называется «Смотрящие в глаза». Каждая картина – это не только источник бесконечного эмоционального удовольствия, но и источник размышления. Вот мы смотрим на картину, какие мысли у нас рождаются. У каждого человека будут рождаться мысли свои. Картина вытягивает из человека то, что у него есть внутри. Вот мы попеременно с Юмарси рассказали свои мысли, которые мы видим, смотря на эту картину. Попеременно мы с Юмарси навели по три утверждения того, что мы видим на картине. И после этого, на основании всего высказанного нами, мы сделали вывод. Итак, давайте посмотрим, какие мысли эта картина разжидает у меня и у Юмарси. Итак, первое утверждение – моё. Любовь – это не всегда взаимность. Она может быть гипнотическим воздействием, где кто-то выступает в роли удава, а второй – кролика. Но оба однозначно счастливы. То есть мы видим на картине двух человек. И к Кихоту видится, что один на этой картине главенствует над вторым. Один действует гипнотически на другого, а второй подчиняется ему. Но оба, и тот, который подчиняет, и подчиняемый, они оба счастливы. Дальше утверждение Юмарси. Здесь вижу именно два удава. Почему два удава? Так как они с разных земель и не могут быть вместе. А есть ли любовь на расстоянии? Они говорят всегда друг другу правду. Не каждая пара так может. По мнению Юмарси, здесь нет подчинения. На взгляд Юмарси стороны абсолютно равны. Они оба гипнотизируют друг друга. И в этом они и счастливы. То есть это абсолютное равенство сторон. Следующее утверждение Кихота. Большое красное на голове. Волосы или парители. Такой интересный головной убор, который возвышает его носителя над ситуацией. Это красное показывает более высокий статус. Это как знамя, которому поклоняются. То есть Кихот видит, что если у одного более высокий головной убор, то этот человек более высокого статуса. Поэтому он главенствует всегда. Наверное, Кихот считает, что если бы размер голов у обоих был одинаковый, они были бы в равных условиях. И одного социального статуса. А так Кихот видит, что один более высокого статуса. Следующее утверждение Юмарси. Он ее любит от макушки до головы пяток. От головного мозга до ахиллесовой пяты. Ну, собственно, что тут говорить. Тот, который меньше, он любит ту, которая больше. И тут не важно, есть тут подчинение или нету подчинения. То есть подчинение вообще отходит на второй план. Любовь она есть любой. Не важно, какого плана. Дальше утверждение Кихота. Целью такой любви являются дети. Как продолжение их самих. Но если они с разных планет, то могут никогда не встретиться. И продолжение их самих не случится. Действительно, любовь, смысл любви в том, чтобы люди продляли свой род. А если вот люди с разных планет, они не встретятся, любви не будет. То есть это картина бесконечной грусти. Что любовь не может продолжиться. Продолжится в детях. Дальше утверждение Юмарси. Любовь энергии, она везде. Ее нужно чувствовать. И ты узнаешь, где она. Юмарси не рассматривает любовь, как обязательно дети. Для Юмарси любовь – это энергия. Но это как я понимаю ее слова. Возможно, она в эти слова свои вложила несколько иной смысл. Из этого утверждения Юмарси я понимаю, что любовь – она самодостаточна. То есть она без связи, без всякой связи с детьми. Вот она говорит о энергии. Это просто ощущение. Ощущение света некоторого. Ну а теперь выводы сторон по этой дискуссии. Вывод Кихота. Самый высокий уровень любви двоих на расстоянии. Когда они с разных планет и не могут ни встретиться, ни быть вместе. А лишь мечтать друг о друге. Ведь их мечта неосуществима, а потому вечно. Ну по сути Кихот встает на точку зрения Юмарси. Он тоже сделал такой вывод, что все-таки самая высокая любовь – это любовь именно духовная. Дело не в детях, как в биологическом продолжении. А дело в таком вот бескорыстии. Такая любовь бескорыстная. Это самая высокая степень любви. Теперь посмотрим, какой вывод сделала Юмарси. Любовь, когда мужчина и женщина умеют смотреть правде в глаза. То есть друг другу. А чалма на голове – это всего лишь атрибут. Как известно, женщина может менять атрибуты ежедневно, ежеминутно. Но при этом смотреть своему любимому в глаза. Потому что она в его руках навсегда. Из вывода Юмарси я могу заключить, что на картине все-таки изображен образец любви, любви земной. То есть она, земная любовь, должна быть такой, как вот на картине, как вроде бы люди с разных планет. И они равны. Здесь нет подчинения одного человека другому. Эти двое искренни. И тут вопрос даже не в детях, а вот именно в бескорыстии, в искренности. В отдаче себя другому. То есть я могу заключить, что по мнению Юмарси – это образец любви, вообще любви человеческой. Какие мысли рождает эта картина в вас? Можете написать в комментариях. На этом наша дискуссия окончена. Благодарю всех за внимание. И отдельное спасибо уважаемой Юмарси за дискуссию.